всем привет мои дорогие подписчики гости моего канала большинство из вас любят нежный и вкусный десерт чизкейк поэтому сегодня я приготовлю японский или как его еще называют хлопковый чизкейк начинаю готовить для приготовления понадобится яйца комнатной температуры 6 штук 300 грамм сливочного сыра идеально использовать сыр филадельфия но я буду использовать сыр подешевле сахар 140 грамм сливочное масло 50 грамм 200 миллилитров молока 60 грамм муки 20 грамм кукурузного крахмала один пакетик ванильного сахара и щепотка соли соединяю сливочный сыр и молоко и ставлю на водяную баню постоянно помешиваю венчиком до полного растворения сыра и так чтобы не оставалось комочков горячую сырную массу добавляю размягченное сливочное масло и хорошо перемешиваю даю сырной массе остыть в течение 10 минут яйца комнатной температуры я хорошо вымела обсушила бумажным полотенцем и разделю на желтки и белки отправляю в емкость желтки третью часть сахара ванильный сахар и хорошо взбиваю венчиком добавляю в сырную массу желтки и хорошо перемешиваю добавляю через сито муку и крахмал и перемешиваю чтобы не было комочков отправляю в емкость белки и соли взбиваю миксером до пены добавляю к белкам остальной сахар и взбиваю белки до мягких пиков аккуратно ввожу в несколько приемов белки в смесь с сыром и Разъемную форму диаметром 22 см. Я обернула снаружи фольгой в три слоя. Если форма не разъемная, то этого делать не нужно. Внутри форму я смажу сливочным маслом, чтобы лучше держался пергамент. Застелю дно формы пергаментом и сделаю бортик из пергамента, чтобы он выступал над формой у высоту. Форму я поставила в глубокий противень и отправляю тесто в форму. Аккуратно постукиваю формой, чтобы тесто разровнялось. Наливаю противень в горячую воду до половины высоты формы. Выпекать чизкейк я буду в предварительно нагретой до 150 градусов духовке 80-90 минут. Это зависит от вашей духовки. Через 40 минут я накрою форму пергаментом. У меня чизкейк выпекался 1 час 20 минут. Духовку я выключила и 20 минут не открываю ее. Затем приоткрываю дверцу и жду полного остывания чизкейка. Только после этого я его достану с духовки. После того, как чизкейк остыл, я поставила его на несколько часов в холодильник. Охлажденный чизкейк оседает. Поэтому, если хотите, чтобы чизкейк был повыше, возьмите форму диаметром 20 сантиметров. У меня получились неровные бока у чизкейка. И это из-за того, что я добавила побольше сливочного сыра в рецепт. Просто люблю, чтобы чизкейк не был похож на творожный бисквит. И не даром японский чизкейк называют хлопковым. Ведь он действительно легкий, нежный и очень сливочный. Ну что же, бегите котой и наслаждайтесь этим нежным и очень вкусным десертом. Украшайте на свой вкус. Ягодами, шоколадом, сливками, вареньем или топпингами. Приятного вам аппетита и сладкого чаепития. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До новых кулинарных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok